Украинский санкционный список скорректирован сегодня, менее чем через сутки после публикации и еще до формального вступления в силу. После критики в адрес Киева из разных стран, из перечни тех, кому запрещен въезд в страну, вычеркнули журналистов, но не всех. Хотя пресс-служба Петра Порошенко и заявляла при этом, что свобода слова абсолютная ценность. Одновременно объявлен на три года невъездным на Украину Сильвию Берлускони, который недавно был в Крыму. В списках вообще много разных санкций, не могут разобраться даже те, кто под них попал, в том числе российские компании. Репортаж Михаила Акинченко. Объявляя о расширении санкций, президент Порошенко особенно подчеркнул, что это решение принималось в цитата четкой координации с партнерами из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Такая формулировка в представлении киевских властей обычно означает индульгенцию на любые дальнейшие действия. Но только на этот раз западные партнеры не просто послушали украинского президента, но и внимательно ознакомились с текстом санкций. Ведь в списке граждане более чем двух десятков государств, в основном европейских, а среди них журналисты западных изданий. Такого удара в спину средства массовой информации, которые обычно называют нынешний украинский режим демократическим, явно не ожидали. Реакция была незамедлительной. Это позорное нападение на свободу СМИ. Эти санкции абсолютно несоответствующие, необъяснимые меры против журналистов BBC, которые сообщают о ситуации на Украине беспристрастно и объективно. И мы призываем украинское правительство удалить наши имена из этого списка незамедлительно. Одно из этих имен Стивен Розенберг, репортер BBC, который пристально следил за событиями на Украине, начиная с Евромайдана. Он нередко ездил на Юго-Восток, где встречался с теми, кого в Киеве называют не иначе, как сепаратистами и террористами. Работал и по другую сторону линии противостояния. Порой в его репортажи попадало то, что власти страны хотели бы скрыть. Как, например, этот эпизод, в котором украинские женщины провожают своих мужчин усмирять непокорный Донбасс нацистским приветствием. Что это был за знак, который вы показывали рукой? А, теперь сердце и солнце. Пока. В нынешних украинских реалиях подобные репортажи вполне могли расценить как идеологическую диверсию. Возможно, поэтому и запретили ездить репортеру и его коллегам с BBC на Украину. Впрочем, не им одним. Список, который составил Порошенко и который утвержден сегодня Киевом, является прямым вызовом. Свободе слова, правам человека и свободе деятельности средств массовой информации. Туда попали граждане Голландии и Великобритании, и граждане Германии. Порошенко тем самым показал, что журналисты, выполняя свой профессиональный долг и занимаясь профессиональной деятельностью, могут угрожать национальной безопасности Украины. Если запрет российским журналистам работать на территории Украины до последнего времени в западных демократиях старались не замечать, то пройти мимо ущемления прав собственных граждан все же не смогли. Из Нью-Йорка возмутились представители Международного комитета защиты журналистов. В пресс-службе генерального секретаря Совета Европы призвали пересмотреть санкции против средств массовой информации. В организации репортеры без границ назвали случившееся наступлением на свободу слова. В Киеве, похоже, сообразили, что все же перегнули палку и пошли на попятную. Пресс-секретарь Порошенко уже спустя несколько часов заявил, что свобода прессы для него, цитата, абсолютная ценность. И украинский президент уже поручил изъять из списка фамилии журналистов. Впрочем, только западных. На остальных, видимо, абсолютная ценность свободы слова не распространяется. Судя по всему, нисколько не заботят украинские власти и проблемы, с которыми могут столкнуться обычные граждане. Тысячи авиапассажиров сегодня с утра гадали, удастся ли им улететь по маршруту Москва-Киев. Новые ограничения коснулись более чем двух десятков российских авиакомпаний. В том числе таких крупнейших, как Аэрофлот, Трансайр и С-7. Им запретили транзит ресурсов, полеты и перевозки. Расплывчатая формулировка заставила гадать, не означает ли это полную воздушную блокаду между странами. Впрочем, пока рейсы отправляются по расписанию. На текущий момент главный центр управления воздушным движением Российской Федерации не получал от украинской стороны уведомлений о использовании для российских авиакомпаний воздушного пространства Украины. На данный момент все российские авиакомпании выполняют полеты в Украину через воздушное пространство Украины в соответствии с расписанием без задержек. Возможно, украинские власти намерены запретить транзитные полеты через Украину в другие страны. Однако, де-факто, большинство перевозчиков и так предпочитают другие маршруты. На популярном онлайн-сервисе, который показывает карту полетов по всему миру, Украина и так давно уже превратилась в своеобразную черную дыру, куда без крайней необходимости предпочитают не залетать. Так что запрет на транзит вряд ли что изменит. Шаг, который диктует официальному Киеву, не экономическая, а политическая повестка дня. На телевизионных каналах выступают наши замечательные участники АТО и так далее, или депутаты парламента. Говорят, как это так? Приезжаешь в Борисполь, а там летают самолеты, Москва, Питерс. Это что, агрессору что ли летает? А что такое? Значит, очень сложно уклониться, раз вы уже набрали такую скорость. Поэтому для меня это неудивительно. И это еще не вечер. Я думаю, что дальше будет усугубляться только эта ситуация. Ну, прежде всего потому, что украинская власть не в состоянии управлять процессом. Помимо авиакомпаний, в новом санкционном списке банки, морские порты, благотворительные фонды, IT-компании и оборонные предприятия. Всего 104 организации. Что примечательно, с некоторыми из них киевские власти уже давно запретили работать, а у некоторых никогда и не было никаких экономических интересов на Украине. На Украине давно нет экономики как таковой. Следовательно, санкции против каких-то там предприятий, да, не могут повредить экономическому сотрудничеству, потому что нельзя сотрудничать с чем-то, чего нет. В российском МИДе новые украинские санкции назвали очередным недружественным шагом. Будет ли наша страна отвечать на нынешний киевский демарш, вопрос остается открытым. По крайней мере, в Москве, прежде чем принимать какие-либо решения, обещали тщательно подумать и все взвесить. Михаил Акинченко, Анна Заякина, Екатерина Белова, Денис Воронцов, Первый канал.